всем доброе утро утро воскресенье один день отпуска и все и завтра на работу кстати утро ранее у нас 9 часов для воскресенья это раннее утро сижу чаю попила один денечек когда он может уже начаться с просто чай пить я а потом уже начнется с беганины по дому вот такое с утра будет быстро сегодня надо собраться на работу с вечера потому что завтра я представляю что будет у нас морозец берется и вот так же обледенение у нас есть не растаяло ничего ли дочек лежит но морозец идет и как бы я думаю что я замерзну поэтому надо более теплую куртку доставать влада пришла показывает мне помады рассказывать вот это вот я раньше не пользовалась это сейчас видишь какой ну вроде как чуть-чуть рыжее да это коричневый эти я раньше пользовалась это сейчас да непривычно как-то мне кажется вот этими темными ты не красилась красилась губы их ними обводила а вот это в середине понятно это это влада собирается на свое актерское на актерское выезд в город суббота воскресенье ну и нужно конечно немножко подкраситься как это не накрашена едет город так не хочется шуботу отпуск заканчивался один денечек остался уже ничего с этим не сделаешь она так хорошо конечно в отпуске расслабились завтра вообще не представляю как я буду собираться на работу ну одно дело когда каждый день ты собираешься и все в порядке а так просто он не представляли просто не представляю сегодня такие дела нужно сходить и покраситься немножко эфир у меня сегодня в три часа ну и так в принципе эту вещи собрать на работу то хоть сумку надо найти где она стоит потому что с той рабочей сумкой не ездят и так на работу немножко приготовиться и уже закончились праздники выходные отпуск свободное время и опять ну принципе я как бы люблю так чтобы на работу ездить потому что ну вот дома стали поели прилегли ну там сильно больших дел не делаешь это зима больших дел не делаешь это летом можно выйти на улицу походить посидеть и где-то в беседку где-то но пройтись не летом хотя бы когда тепло летом не походишь нас летом такая жара что не походишь вот ну а потом зимой я сильно не походишь что гололед то холодно то и вот завтра выходить и начинаются морозяки так сказать начинаются морозы там на три или на четыре дня этих морозов но знаете там не столько морозов будет сколько ветер по прогнозу честно это вообще неизвестно какая будет погода но то что они пишут минус 7 ощущается как минус 19 это вообще но она просто сыра из-за того будет и холодно сыра и ветер и будет холодно что надо подготовиться и в общем-то все мысли уже о том я и так мысли далеко гнала от себя что на работу что все равно уже надо готовиться понемногу хотя бы в воскресенье подготовиться и подниматься и шевелиться то кровать надо убрать застелить в общем такое все домашние дела три раза садилась и начинала снимать видео говорю какая-то я в халате сижу но вроде как сидела потом говорю сонная какая-то пошла немножко умылась подкрасилась смотрю подкрашенная но сонность что ну вот ужас спать хочется вернее как из-за того что дольше спишь но и хочется спать и получается так достала куртку померять завтра ж морозы не такая не даже не ходила не до которая черная ходила шея в по теплой погоде это пуховик ну пуховик не пуховик какая не узнает мама пуховик вот поэтому никто не узнает мои куртки одной и той же куртки хожу уже сто лет в обед так сказать каждый раз как новая посмотреть вообще хоть как завтра буду выглядеть морозы на улице идут чуть-чуть покрасилась но на при свете такой свет желтый не очень видно сейчас одену шапку под каждую куртку нужно свою шапку желтый мех и розовая шапочка померю можно конечно без шапки пойти пойду шапки это все выглядит надо как бы так показать ну в общем то вот так это все выглядит напомнишь на куртку вспомнил три раза в год одевать куртку это конечно же сиренитма у тебя же еще какая то есть какая только вот это и черное которое я хожу больше никакой синяя в которой хожу дома с мехом сера больше никаких нет в общем к морозам готова пуховик длинный готова ну в принципе ничего да к морозам главное не замерзнуть тут можно и капюшон одеть первый день на работу и морозы такие все можно вот так и капюшон одеть если уж совсем будет сюда наверно еще какой-то воротничок одену куртку с воротником и на работу завтра конечно сливается мне конечно чуть-чуть розовинка волос под цвет меха а так чуть-чуть сливается конечно розовинка не знаю различать я могу поярче накрашу он уж еще этот щеки будут красные как я вот говорю всегда надо выбирать шапку шапку нужно выбирать так чтоб красиво сочеталась с красным когда щеки на морозе так красными будут чтобы красиво в сочетании с шапкой было то вот допустим мне наверное вот такой вообще лучше по классике черный красный готова достала куртку такое важное дело сделала такую пирамиду это пирамида моего детства я так раньше лазила недоступные места и в общем мне вот это тоже мне тут недоступное место антресоль и я тоже собралась туда лезть мне нужно положить туда в альбом памяти чем лада когда-то делала вот такую открытку дедушки значит здесь подписывала любимому дедушки рисовала собачку потом фотография потом фотография влада маленькая это фотография на на принтере печатная маленькая потом бабушки с 8 марта нужно в альбом сейчас положить там мама на альбом лежит туда редко очень лазим на мама просила все открытки которые для ее памяти сохранить тут с работы с какой-то дедушкиной папы моего потом кто-то поздравлял с днем рождения и какая-то грамота тоже моему папе вот мама попросила положить все в общем нужно мне сейчас сюда залезть залезла это залезла конечно но все это лежит в таком пакете я не смогла сразу его достать и пришлось мне спустить альбом и сейчас немножко покажу еще черно-белые фотографии альбом мамы на и молодости и вот такая вот мама у меня была красотка это мама моя это мама на подруга тетя люда если вы смотрите то это вам это ой здесь фотографии мамы с подружками в общем такое то просто нужно знать где кто вот она ну интересно так смотреть здесь подружками со всеми такой старый альбом в старом оформлении самая любимая моя рисунок кто-то служил и где-то на не знаю где служили и вот оттуда прислали вот такой рисунок со службы всегда его смотрела и мне так нравилось его это рисунок из моего детства кто-то из знакомых служил где-то пришла мама сказала чтобы я ее не снимала но в общем сидим смотрим фотографии ну и вот она рассказывает так это олег родственник здесь вот она на фотографии здесь это семьдесят третий год в абхазии они были это бабушка это дедушка и дальше так переворачиваю фотографии и говорю а это кто это олег как это эдуард хилл я даже такого не знаю понятно ну и дальше в общем то сидим смотрим фотографии это эдуард хилл это олег это на это эдуард хилл это вот свадебная фотография по мамы и папы дальше сидим смотрим это мама колясочки но это тоже мама мама нжж альбом это колготы были идет зачем зачем вот эти колготы ну были колготы чудо чулочная фабрика державинская 38 одну пачку пересмотрели следующую уже пачку пересмотрели фотографии здесь женщина в белом мама с папой следующую фотографии переворачиваем а это кто а это высоцкий эдуард хилл я не могу лично подарили так получается хранится веками хранится вот эта память высоцкий эдуард хиль это друг семьи это подруга семьи и это подруга семьи такие приятные воспоминания так насмеялись и вот целая эпоха понимаете декабрь 84 и тут декабрь уже прошел 23 и вот январь 24 вот это вообще 1979 и какая у меня мама с картинки практически как вот открыточка а это у вас хранятся такое у нас хранится мои волосы на годик которые стригли лежат хранится родственники все свадьбы родственников свадьбы мамы 83 год такое удовольствие получили просто невероятно заряд позитива вот все-таки что говорят фотографии пусть они черно-белые но очень много приносят как бы ну вот воспоминаний хранятся все-таки вот когда сейчас хранится электронные эти фотографии то это совсем не то вот ты не посмотришь эти фотографии так как можно посмотреть и пощупать на черно-белых на цветных фотографиях которых вот были очень интересно посмотрели такие приятные воспоминания знаете что единственное все-таки очень глубоко втесалась в наше время телефоны интернет и все такое потому что фотография сфотографирована вот далеко и берешь ее и хочется вот так раздвинуть пальцами то есть приблизить зум и хочется посмотреть ее поближе детали в этом конечно минус всех электронных фотографий всех которые собраны но пусть мы уже давно конечно не печатаем фотографии но пусть конечно хоть и так они остаются и как-то все равно будем смотреть и вспоминать и прожитое время и воспоминания будет и да это уже идут у меня последние приготовления к рабочему дню и нужно не забыть тот сюрприз который хотела сделать из волшебного сапожка нужно достать волшебные пожелания которые я готовила главное их не забыть сделать некий сюрприз я не знаю девочки будут что-то делать или нет но я сделала вот это вот и 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 забыла сказать самое главное сегодня был эфир не сказала и в самом начале видео сегодня ведь рождество поздравляю всех с рождеством желаю мира добра счастья и здоровья вашим семьям и родным и близким ну и на этом буду заканчивать свое видео всем мира добра до встречи в новых видео всем пока